здравствуйте сегодня рассмотрим квадрокоптер h8 mini вот такого вот зверя вот имеет свойства маленький комнатный очень хорошо запускать дома комплекте пульт квадрокоптер отверточки 2 отверточка 2 пропеллера запасных зарядка вот такого вот вида аккумулятор зарядка usb с индикатором заряда на удивление индикатор работает когда аккумулятор заряжается полностью приблизительно 40 минут индикаторы гаснет индикатор светится красным светом не знаю как на белом но на черном вот он такого цвета желтенького и светится красным когда разряжен вот сам квадрокоптер приблизительно весит 20 грамм вот у него есть ножки такие ножки такие честно говоря но они нужны для того чтобы когда вы садитесь чтобы моторы не разбивались он все-таки смягчать падение не такое жесткое вот естественно черного цвета тоже такой же вот пульт напоминает конечно пульт от приставки старой свой playstation той же вот имеет несколько функций включение выключение дальше скорость полета вторая скорость первая скорость вторая подойдет для полетов на улице первая скорость подойдет для полетов дома больше рычажок левый это скорость поднимается быстрее медленнее летит то есть поднимается вверх опускается вниз посадка правый стик это управление вперед назад влево вправо также на левом стике мы можем покружиться вокруг оси поворотом влево вправо вот средний средний рычажок изменяет сторону полета то есть независимо от того как вы находитесь к нему как он точнее вернее как он находится к вам передом или задом летит только вперед при нажатии вперед правый нижний рычажок является влево вправо то есть независимо от вас влево вылетите либо вправо вылетите вот попробуем включить его что нам это даст а еще квадрокоптер оснащен диодами то есть красными сзади и синими спереди чтобы вы видели куда он летит куда он направляется вот сейчас покажу вам как выглядит это дело имеется отсек отсек для аккумулятора достаточно все легко вставляется вынимается вставляем подключаем вот он заморгал вот извините ошибся перед у нас подсвечивается красным синим подсвечивается зад так он будет моргать до тех пор пока не увидит пульт включаем пульт влево вот и заморгал вот остановился также можно откалибровать его ну в принципе он откалиброван как бы но я бы откалибровал в описании в настройках настройках инструкции инструкция на китайском и английском такая имеется бумажка длинная полотенце такое здесь все написано про калибровку седьмая инструкция вот здесь показано как стиками куда их нажать вот сейчас попробуем откалибровать потому что он все таки летит в сторону немножко я бы откалибровал хоть мне сказали что его калибровать не нужно но я бы откалибровал так вот он заморгал все так мы попробуем взлететь вот все равно он немножко плохо калибровал вот в принципе все легко и просто как бы еще полетаем с ним отлетает он как заявлено на 20 метров на 30 время полета у него 5-8 минут посмотрим засечем сколько это ну я думаю что обзор будет по этому поводу наверное завтра я немножко сегодня подучусь им летать также покажу вам позже сколько он весит на весах в режиме удержания кстати он достаточно прикольно когда пульт отключен он моргает то есть показывает что он в режиме удержания имеет защиту для пропеллеров что очень хорошо даже дома когда врезаешься в стену или потолок он не бьет по винтам не почему вполне хорошо удобно чтобы его не разбить для новичков вообще отлично вот еще говорят что не нужно сильно затягивать стекеры соединение аккумулятора с самим квадрокоптером ну не знаю как бы он не сильно туго отстегивается чтобы его не сильно отстегивать застегивать вот он легкий удобный легкий в управлении я думаю что за час полета именно самого полета то есть приблизительно 5-10 зарядок аккумулятора вполне реально им очень хорошо научиться управляться потому что он легкий в управлении завтра положу музыки выложу новый обзор более полный его более обследую посмотрю что у него за функции более интересные посмотрим полетаем до завтра